Посмотрим видео как это бывает. Ну вот тут можно сказать, что наверное повезло райдеру с одной стороны, да, застрял он в деревьях, в общем отделался небольшой травмой. Но еще раз. Ну что можно, во-первых, давайте вот так вот посмотрим, что про склон можно сказать. Крутой склон, то есть больше 30 градусов явно. Что еще? Козырек, подветренный склон, совершенно точно подветренный склон. Вроде бы есть деревья, но обратите внимание, деревья тоже разные, да. Во-первых, есть хвойные, есть лиственные. Разница хвойных и лиственных в их корневой системе в первую очередь. Хвойные имеют поверхностную корневую систему, лиственные глубинные. Поэтому если склон имеет хоть какую-то активность лавинную, то чаще всего хвойных деревьев там меньше, их легко снести. Здесь вот, ну, трудно сказать, что мы видим только какую-то часть склона, но предположить, наверное, можно, что вот здесь высокие, другого возраста хвойные стоят. Здесь совсем маленькие стоят. И только лиственные, да, причем такими местами, да. При этом есть вот лежащие лиственные. Почему оно там легло вдруг, непонятно. С точки зрения стабильного, если оценивать ситуацию как от обратного, да, почему склон безопасен, можно сказать, ну, а что тут, в принципе, выход хороший, можно на скорости выйти. Следы есть, уже катались. И, наверное, если бы райдер, который здесь пытался подняться по траектории, выскочил наверх, да, как он, видимо, предполагал сделать, то, может быть, и не запилился до того слабого слоя, да, не дотянулся, и не началось его разрушение. И движение вот это все. Может быть, и не было бы никакого сдвига. Может быть, он произошел бы на втором, на третьем райдере легко. Но произошло именно на нем. Но на самом деле я-то хочу заострить здесь внимание на другом, на поведение его. Обратите внимание на поведение райдера, что он делает, когда сходит лавина. И что можно по этому поводу сказать, вообще он как-то готов и понимает, что происходит или нет. Что скажете? Надо быть под снегоходом или иначе снегоходом. Ну, я бы тут, пока мы к этому не коснемся, да, надо быть далеко от снегохода. Но в данном конкретном случае очевидно, что он вообще к этой ситуации не готов. И это говорят большинство, с кем я разговаривал, кто попадали в лавину, кто, значит, вышли из нее победителем, да, кого эта белая смерть не забрала. Но большинство говорит о том, что в момент схода лавины, первые секунды или доля секунд, мы не понимали, что происходит. То есть началось какое-то движение, что-то тут не так, а что конкретно. То есть нет сценария схода лавины. А значит и нет алгоритма действий под этот сценарий. И поэтому люди теряются. И здесь очень хорошо видно, как райдер допускает ключевую ошибку, наверное, в этой ситуации. Ведь он мог не оказаться внизу, он мог остаться наверху. Даже в той ситуации, в которой он оказался, да. Обратите внимание, что происходит. То есть есть... Вот она была ветка, сейчас со второй камеры, всего с головы будет. Вот смотрите, что он делает? Вот он её пододвигает, да, потому что он в этот момент думает о том, его привычное действие не сбить камеру на шлеме. Это двигает ветку. Он мог за неё взяться и остаться. Ведь лавина в момент начала движения, у неё нулевая скорость, да. Она только начинает обрушение и набирать свою мощь. Дальше уже с ней будет справиться всё сложнее и где-то уже невозможно. Но в этот момент у него был реальный шанс, вот в этой конкретной ситуации, взяться за эту ветку и остаться там. И всё бы ушло. А? Поменяться. Поменяться, да, на камеру. Ну, я бы сказал, даже не думать о камере. Но он сделал привычное действие. Вот здесь, ну, отчётливо видно, что человек не понимает, что происходит. А в общем, может быть, сыграло то, что он думает, что подъем небольшой лавины далеко не вредит? Я думаю, что он вообще не думает. Он, в принципе, не понимает. То есть он машинально сделал какое-то действие. Поэтому одно из важных нюансов и, скажем так, пунктов, которые вы должны отсюда вынести после нашего вечера, что сценарий схода лавины, если вы отправились, неважно, на снегоходе в горы, пешком, на лыжах, на сноуборде, на чём угодно, этот сценарий у вас должен быть. И под него должен быть некий алгоритм действий. Потому что если у вас его нет и нет этого алгоритма действий, значит, когда произойдёт, вы окажетесь в растерянности. Потому что нет, не существует алгоритма. И там, на месте, его не придумать. Он либо должен быть в голове, и тогда мозг сам его вытащит, либо его нет, и тогда мозгу нечего вытащить наружу. Если мы сами попали в лавину, что делать? Ну, вот как это происходит, я показал один из случаев. Вообще, хочу сразу оговориться, что в данном конкретном случае я вам, конечно, не скажу чёткого алгоритма действий. Что делать? Вот делайте так, 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 и это вас 100% защитит. Это всегда уникальная история. С уникальными ситуационными исходными данными в каждой конкретной ситуации. В одной это так, в другой так. Где-то возможно уехать от лавины, где-то невозможно это сделать. Поэтому мы сейчас как-то попытаемся, я вам расскажу о разных историях, да, и видении, как, что нужно делать, чего ни в коем случае нельзя. Но в целом нужно понимать. Алгоритма какого-то гарантированного, конечно, я вам не дам. То есть, потому что настолько это уникальная история, и лавины настолько разные, что есть, конечно, лавины, в которых, в общем-то, наверное, можно сказать, что и бессмысленно что-либо делать. Но в первую очередь, если вы до этого не предприняли попыток в ней не оказаться. Но если же все-таки так случилось, что мы оказали в зоне действия лавины, первое, что нужно сделать, если у нас есть лавинный рюкзак, его активировать. То есть ни в коем случае не ждать, что ой, а я тут сейчас уеду, поэтому рюкзак активировать не буду потом. Вот компания EBS два года назад выпустила новую систему P-Ride, в которой встроенный модуль, ну, специальный Wi-Fi-модуль, который позволяет активировать рюкзаки у всей группы, либо активировать у кого-то дистанционно. И, ну, скажем так, насколько это эффективно, и этим можно пользоваться, можно об этом спорить. Но главный-то смысл в том, что почему вообще EBS, как компания первая, кто лавинный рюкзак изобрела и вывела на рынок, и, в общем-то, она этот рынок создала, почему они вообще это сделали? Потому что анализ показал, что до трети, до 30% случаев человека, попавшего в лавину, он либо не успел воспользоваться рюкзаком, либо сделал это несвоевременно. То есть момент несвоевременного. Поэтому, если мы оказались в лавине, то рюкзак активируется сразу. И какой бы рюкзак, какой бы системы не был, потому что мы сейчас про них поговорим, да, есть там дешевые с точки зрения активации рюкзака, там стоимость одной активации где-то условно там 3 копейки, где-то 10 тысяч рублей, но тем не менее в этот момент, что называется, не считаются деньги, а рюкзак активируется. Это первое. Потому что дальше мы уже предпринимаем попытки, может быть мы уедем, может быть не уедем, но рюкзак должен быть активирован, чтобы этого не было слишком поздно. Один из случаев 2013 года в Хибинах погиб снегоходчик. Я его хорошо знал, мы работали в одной компании и вместе ни разу не катались, но очень много обсуждали снегоходы. И в общем я неплохо знаю по этим нашим дискуссиям и порой спорам характер человека, поэтому у него был опыт попадания в лавину. Он попадал в другом регионе в лавину. И разговаривая со всеми очевидцами, когда это произошло, могу сказать как версию, собственную версию, ни в коем случае, конечно, не могу гарантировать, что было именно так, но предположить, что по совокупности разных факторов и знанию конкретного человека и всей ситуации, могу предположить, что он не воспользовался рюкзаком, потому что думал, что как раз спустится на лавине. Потому что когда пошла лавина, сначала она была не очень быстрая, примерно как вот здесь. И в какой-то момент, не исключая, что ему могло показаться, что он может на ней спуститься. В это время он был не на заведенном снегоходе, на заглушенном, но могло показаться, что он спустится, и в общем рюкзак ему не понадобится. Может быть по какой-то другой причине, но он его не активировал, в результате внизу лавина складывается, даже если эта масса снега сходит, она же внизу собирается. Если это плиты, именно такие плотного снега, они будут собираться в такие торосы, складываться, все это будет схлопываться. Его просто перевернуло и закатало. Рюкзаком не воспользовался. Поэтому неважно, быстро или не быстро, большой путь транзита у него или маленький, или оцениваете, что ей там 3 метра двигаться, условно говоря, все равно рюкзак активируется. Вы ровно для этого его и возите, чтобы в таких ситуациях им воспользоваться. Второе, попытаться... Про регулятор расскажите. Мы сейчас поговорим про регулятор. У нас отдельно будет. Дальше пытаемся уехать. Все-таки у нас снегоход, под капотом больше 100 лошадей, до 170 сегодня уже, если там с турбиной и более, и запас хода. Поэтому, конечно, вероятность, в том числе уехать от лавины, она может присутствовать. Не говорю, что она всегда есть, может присутствовать. Все зависит от того, где мы находимся. Чего делать нельзя? Никогда нельзя ехать поперек лавины. Да. То есть поперек. Если лавина... Ну, негде у нас сегодня порисовать. Если лавина движется сверху вниз, то справа налево, слева направо двигаться нельзя. Вас перевернет просто. Вас просто перевернет. Поэтому мы всегда движемся в зависимости от того, в каком положении мы находимся. Если мы в этот момент едем вниз, значит, движемся вниз в безопасную, то есть на периферию, то есть в края лавины, ближе к нам край, чтобы уйти из ее эпицентра. Потому что это как бурная река, горная, представили, в центре всегда сильное течение, по краям более слабое. Поэтому стараемся уйти и на периферию, в край. Если мы двигались вверх, и под нами уходит лавина, конечно, можно и нужно в этот момент продолжить двигаться вверх, чтобы, скажем так, остаться наверху, а она уехала. Лучше тут запилиться, пусть она уедет вниз и зафиксироваться. Даже если снегоход там... Но это, опять же говорю, вопрос каждой конкретной ситуации. Каждой конкретной ситуации. И, конечно, тут настолько многофакторная история. Опять же, конечно, история, не знаю, если мы катаемся на где-нибудь, на той же Камчатке, на высоте 3000 метров и склон длиной больше 1000 метров, это одна история. В приисковом, где склон 100-150 метров и высота, в общем, сколько там, 700-800 метров. Другая история. То есть каждый раз это разные истории, поэтому сейчас описать все возможные крайне сложно. Поэтому и говорю, что это всегда будет уникальная ситуация в каждом конкретном случае. Но в целом представить себе эту историю имеет смысл, потому что мы в конце вернемся, потому что прежде чем куда уехать, для этого должен быть алгоритм. А чтобы этот алгоритм появился, нужно вообще перед тем, как ехать на склон, его посмотреть и оценить. Что это за склон? Может там не может быть лавина? А если может, даже если вероятность там минимально существует, то как она будет двигаться? То где безопасные места? Куда можно уехать? То есть это какая-то картинка должна сформироваться, а не просто там. Увидел склон, смотрю, товарищи отстали, я на него первый заеду, не глядя. А что там на склоне вообще? Какой у него угол? Где вход на склон? Где выход? Где безопасные места? Этого нет. Поэтому пытаемся уехать, если такая возможность есть. Если принимаем решение двигаться вниз, и нам хватает условно движения, скорости, таких тоже историй немало, когда успевали просто добавить газу и уехать, потому что лавина догоняла. Но если вы находитесь именно непосредственно уже в теле лавины, под вами есть разрушение, и если снегоход, конечно, засосёт туда, то уже бессмысленно будет уехать. Если он ещё остаётся на поверхности и отталкивается от поверхности, у него шанс уехать есть. Но внизу лавина собирается, поэтому, возможно, там будут образовываться препятствия, через которые прыгать придётся. И это, в общем, тоже вероятность травмы. Чем выше скорость, не знаю, существует ли у вас такая подготовка на такой скоростной режим. Поэтому каждый раз придётся принимать конкретное решение. Но немало историй. Уезжали вверх, уезжали вниз, уезжали в сторону, в сторону по диагонали. Поперёк не уехать, поперёк перевернёт. Если уйти из лавины невозможно, понимаете, что она догоняет, или снегоход уходит вниз, затягивает за собой, от снегохода находиться максимально далеко. То есть нельзя находиться рядом со снегоходом. Снегоход – это якорь, который тащит за собой. И в большинстве случаев снегоходчик, попавший в лавину на снегоходе, его находят под снегоходом. То есть это, во-первых, утяжеляет поиск. Я бы сказал, даже не так. Во-первых, это повышает риски получения травмы. Представьте себе, что вам придётся вращаться в лавине с грудой металла 300 кг веса. То есть это банально вероятность получения травмы. Второе – это якорь, который тащит за собой. Поэтому от снегохода максимально далеко в сторону. Ну, если мы уже оказались в лавине, то стараемся всё время оставаться наверху. Как это будет в каждом конкретном случае происходить, тоже трудно описать, потому что я знаю реальные истории, когда попавший в лавину плавательными движениями всё время старался остаться наверху. Знаю случай Камчатский, в котором я уже упомянул, мой товарищ, где погибло 5 снегоходчиков, и один из трёх выживших, мой товарищ был, там плыть куда-то было невозможно, потому что сила и мощь лавины была такой, что и удар был такой, что ему и помогло. После первого удара его заставило сгруппироваться. Поэтому всё, что он делал, это сгруппировался и вращался. Вращение было очень сильным, и сгруппировавшись, просто время от времени чистил дыхательные пути. Поэтому в зависимости от ситуации, если мы на поверхности, то мы стараемся там остаться на поверхности. Если нас затаскивает вниз, и нет возможности вообще сильное вращение, тогда нам нужно группироваться и чистить всё время руки около лица, защищать дыхательные пути и иметь возможность их прочищать. Поэтому в первую очередь смотрим на это. Откопаться. Очень важный момент в лавине, это момент замедления её. Ну, если у нас, опять же, мы всё время говорим о ситуации, когда для нас благоприятно, мы не потеряли сознание, не получили травмы, имеем возможность двигаться и что-то предпринимать. Если лавина начинает замедляться, это те небольшой промежуток времени, когда можно предпринять действия для того, чтобы либо выбраться на поверхность, либо создать какую-то увеличенную воздушную камеру вокруг себя. Потому что как только она остановится, она начнёт отвердевать просто с невероятной скоростью, превращаться в бетонную массу. Но, чтобы вы понимали, до какой степени это может быть бетон, вот уже упомянутая история 2006 года, где погибло 5 снегоходчиков на Камчатке. через час после остановки лавины, когда приехали уже со штыковыми лопатами ребята выкапывать попавших в лавину, штыковая лопата, не вот эта вот снежная лопата, а штыковая лопата, входила в снежное тело не более чем на 5 сантиметров. Да, ну это весна. А я расскажу чуть попозже. Повезло, повезло. Значит, поэтому пытаемся выбраться наверх именно в этот момент, если есть такая возможность. Если возможности нет, создать какую-то воздушную камеру и возможность движения для рук, для того, чтобы, скажем так, предпринимать какие-то действия. В снегу, в принципе, достаточно много кислорода, чтобы дышать. Человек задыхается, потому что воздушная камера обледеневает и кислород перестает поступать. Поэтому вот один из вопросов был про овалунг. Есть такая система, которая позволяет увеличить нахождение человека в ограниченной камере на более длительное время за счет специального клапана. За счет того, что он вдыхает воздух из камеры и выдыхает через этот клапан, он находится на теле и под себя выпускает углекислый газ. И это увеличивает до двух раз время нахождения в одном и том же пространстве. И, в общем, идея прекрасная и замечательная сама по себе, но распространения так и не нашла. Был у неё период какой-то там активного распространения. Сейчас всё меньше и меньше, реже и реже встречается овалунг. И, в общем-то, по объективным причинам, потому что всегда вопрос в одном. Как им воспользоваться? Что такое система овалунг? Это специальный клапан, который одевается прямо поверх экипировки. И здесь есть такая трубка с загубником. И вы должны его взять в рот. То есть каждый раз, подъезжая к склону, теоретически, вы должны... И ехать. Потом что-то случилось, и всё время только в него дышать. Потому что даже если он у вас где-то здесь, сама эта трубка на морозе, понятно, не очень гибкая, и вы думаете, что вы его тут поймаете, ну, маловероятно. А вот даже упомянутая история там Камчатская, где вращение было настолько сильным, что всё это раздевает, снимает, всё это, естественно, сместится. То есть он должен быть всё время во рту, этот загубник на каждом спуске. Поэтому даже с точки зрения там лыжников и сноубордистов система не так и не получила распространения. Ну, снегоходчиков тем более. Раньше я ещё встречал, сейчас за последнее время даже не помню, чтобы кого-то видел. Ровно? А? А на мае все время такая. Ну, супер. Потому что идея-то классная. И она правильная. Вопрос только в одном. Как воспользоваться? Как воспользоваться? Не очень понятно. Пока нет ничего. Пока нет. Поэтому, ну, вот, и даже разговаривая со спасателями, с всеми, кто в этой истории прямо варится каждый день, не получило, не получило. Вот у всех один вопрос. Потому что, да, случаи были, но чаще всего, когда у человека есть возможность двигаться, у него есть очень много возможностей, вплоть до выкапываться самому. А если двигаться нет возможности, что происходит нередко, то всё, это уже, получается, не очень-то помогает. Но вот на Камчатке была история, где погиб сноубордист, его откопали вообще через 8 минут. Через 8 минут. Но он умер. Он не дышал вообще ни разу. Что такое попасть в лавину? Это же не просто вопрос дыхания. Это, возможно, тонны давления на грудную клетку. То есть диафрагма сжата, и даже невозможно сделать ни одного вдоха. Даже если над именно полостью рта будет прямо чистый воздух. И вообще голова наверху. Но если грудная клетка будет сжата, можно задохнуться только от этого. Если уж мы попали в лавину, то ни в коем случае не кричать. Нас никто не услышит. И крик – это достаточно сильная потеря энергии. И вот как раз человек, который попал 2 года назад в лавину в Приисковом, засыпал, которого спасли, мы когда с ним разговаривали, он говорит, первое, что когда я начал падать, когда там тоже двойная лавина была, там вот этот склон, по которому ехал райдер, сначала половина склона сошла, и потом буквально сразу, так как опора потерялась, сошла вторая половина. И после первого вот этого удара, первой волной, он говорит, я закричал, меня поставило на четвереньки, и я закричал. И в момент крика прям почувствовал, как теряю силы. Прямо он говорит, почувствовал, теряю силы, и вот когда вторая волна ударила, я потерял сознание. То есть осознанно. Конечно. Поэтому кричать бессмысленно, если уж мы оказались в лавине, то главная рекомендация всех специалистов это сохранять спокойствие. Звучит легко, как это и выполнить. Это я тоже себе с трудом представляю. Потому что однажды, однажды я всегда думал, что у меня нет никакой клаустрофобии, не боюсь замкнутых пространств. Но тут недавно, в этом году только, я вспомнил про это на одной из лекций, рассказывая про это, я вдруг вспомнил, что у меня много лет назад был опыт, когда у нас там был корпоратив, и нас загнали в пещеру. И эта пещера сначала была большой, потом маленькая, маленькая, потом в конечном итоге мы оказались в таком узком, узкий лаз, в котором ползешь, и вот так можно сделать, вот так вот, чтобы пробраться. Со всех сторон ограниченной пространства. При этом я знаю, что у меня впереди три человека, и сзади три человека. И я точно помню свои чувства, что я себя чувствовал очень некомфортно, потому что от меня вообще ничего не зависело. Меня больше всего беспокоило, что будет, если кто-то встанет впереди, и застрянет. Поэтому я был не самый грузный по комплекции далеко. И вот это меня очень сильно волновало. Да, поэтому, конечно, звучит это очень понятно, надо успокоиться, расслабиться, дышать спокойно и ждать помощи. Как это сделать на самом деле? Крайне тяжело. Но, тем не менее, не паниковать, потому что кричать бессмысленно, либо ваши товарищи вам помогут, либо, конечно, наверное, уже, особенно вот историю... Да, молиться. Особенно история прошлогодняя. Не знаю, кто-нибудь слышал, не слышал историю в Лаганаке. Я писал по этому большой такой аналитический материал. В Фейсбуке был и в Инстаграме, по-моему, выкладывал. Когда парень попал в лавину, группа из четырех человек, он попал в лавину, и он из четырех человек был единственный с лавинным снаряжением. Ну, я... Да. Да. Ну, наверное, в данном случае можно сказать, что, как он сам сказал, говорит, я ничего не помню, потому что отключился сразу. Я говорю, ну, может, это и хорошо. Потому что в этот момент быть под лавиной и понимать, что у тебя все есть, и бипер, и щуп, и лопата, а у твоих товарищей нет ничего, и вот смысл вообще это... Даже рюкзак лавинный был, которому он... Ну, так и непонятно, то ли он воспользовался, он не сработал, это JetForce был электрический, то ли он и не воспользовался, потому что... А? Говорит, что воспользовался? Нет, он не помнит, а те, кто его откапывали, говорят, что рюкзак был в системе активации, моргал, но там кто-то проявил инициативу, давайте дернем, проверим. Друзья сказали, да нет, не надо, в общем, так никто и не знает до конца, что же произошло. Ну, я немножко коснусь этой истории, сейчас мы до рюкзаков дойдем, поэтому определенные плюсы и минусы у каждой системы, конечно, есть. Но, да, в этот момент просто вот человек был весь нарядный, но спасли его, спасли его, просто спасла череда случайностей, счастливых случайностей, что в это время, через минуту после схода лавины проезжала другая группа, мимо, у которых были биперы, которые знали, что делать, они его нашли, откопали, там была серия, конечно, ошибок, которые они сделали неправильно, в том числе они там его выдергивали из снега силой, он был без сознания, они ему делали сердечно-легочную реанимацию некорректно, но, тем не менее, сердце запустили, слава богу, парень жив, и, в общем-то, без последствий практически. А? А он один был, остальные были на поверхности. Да, да, он один был. Итак, лавинное снаряжение, то есть, поэтому вот мы закончили тем, что если уж мы там попали, то нужно беречь энергию, силы, спокойно дышать и понимать, что у нас всё есть, наши товарищи обучены и нам помогут. А помочь они смогут только в том случае, если у всех членов группы есть четыре основных обязательных предмета лавинного снаряжения. У каждого есть бипер, у каждого есть лопата, у каждого есть лавинный зонт и у каждого есть аптечка. Бипер должен быть на теле, лопата, щуп и аптечка должны быть в рюкзаке. Не в снегоходе, а в рюкзаке. Ну вот в истории Камчатской, опять же, вспомню её 2006 года, когда лавина сошла, на тот момент у ребят было такое правило, они все же налегке ездили, лопаты у всех были на снегоходе. Все снегоходы были засыпаны. Поэтому даже нечем было откапывать. Поэтому... Сейчас расскажу, до биперов дойдём. Почему важно иметь всё снаряжение? Это сильно влияет на время поиска. Если все предметы лавинного снаряжения, бипер, лопата и щуп есть, то среднее время поиска на квадрате 100 на 100 метров при попадании одного человека в лавину на глубину до метра уйдёт 11 минут. Если отсюда убрать только щуп, время увеличится до 25 минут. А если убрать лопату, то это час. Биперы. Это маленький прибор, как его ещё называют, трансивер, маяк. И у него есть две основные функции. Функция передатчика и функция приёмника. Биперы производятся разными компаниями. Вот сегодня у нас главный спонсор тренинга компания BCA, показываю его биперы. Но помимо этого есть компания Pips, Arva, Mammut, Artovox. Кто там ещё у нас производит? Всё, по-моему. Все биперы работают на одной частоте 457 кГц. Раньше была другая, но это давным-давно. Сейчас уже их и не встретить, и не найти нигде. более длинная, перешли на более короткую, но более точную. Частоту 457 кГц. Поэтому не имеет никакого значения у кого, какого производителя бипер. Важно, чтобы у каждого был и каждый умел пользоваться. По отношению к биперам есть правило номер один. Бипер включается в момент надевания дома и выключается только, когда мы возвращаемся домой. Во время катания захотели мы пообедать, отдохнуть. У нас длинный перегон сколько-то километров не в горах. Бипер не выключается. То есть он дома включился и только вечером вернулись, после этого выключили. Иначе, если мы где-то выключим, легко забудем включить. И вот вспоминая историю Ревельстока, где я вам рассказывал, что из 100 человек всего один в результате погиб. Вот с точки зрения биперов в том регионе, куда бы вы ни ехали, потому что все горы опоясаны снегоходными трейлами, то есть трассами специальными, чтобы вы не могли спокойно даже с семьей подъехать к каким-то красивым спотам, сами покататься по склонам. Там жена, дети посмотрели, пофотографировали, поехали дальше, заехали в какой-то ресторанчик, пообедали. И так целый день. Вот на всех выездах стоят специальные контрольно-пропускные пункты, на которых стоят специальные семафоры. И либо есть шлагбаум, либо нет. Этот семафор, ну там два цвета, красный и зеленый, он обычно горит красным, вы подъезжаете, там стоит прибор, который считывает сигнал с вашего бипера, получает его, загорается зеленый цвет, и вы проезжаете. То есть сделано это для того, чтобы вы проверили, чтобы не забыли надеть и не забыли включить. В истории 2017 года, свежие хибины, когда погибли двое, я вам уже сегодня ее рассказывал, там в лавину попало 4 человека. Так у одного из попавших в лавину на себе был бипер погибшего. Когда его откопали, бипер был, сигнала не было, бипер открыли, в нем не было батареи. То есть не просто не был включен, в нем не было батареи. Это, наверное, я бы даже сказал, что правило номер один я вам сказал, а правило номер ноль научитесь им пользоваться. Главное правило. Научитесь пользоваться. Потому что с тоской в голосе могу сказать, что даже гиды, инструктора, которые сегодня у нас работают в разных школах, их много, как мне недавно сказали, сейчас, говорит, школ так много, особенно этих имени себя. Поэтому, ну, неважно. Опытные райдеры, при этом я сталкиваюсь с тем, что либо катаясь с кем-то, либо вот после тренингов ко мне подходят и говорят, слушай, вот у меня есть бипер, расскажи, как им пользоваться, или как его перейти в режим приемника. И это не просто человек, который катается, а, в общем, опытный гид порой задает такие вопросы. Поэтому научиться нужно пользоваться. А если не умеешь пользоваться, многим кажется, что это коробочка на дело, она сама работает. Я не знаю, что люди думают. Я даже ответить не могу на это. Я не знаю, что это думают. Первое, что мы делаем, когда включаем бипер, это будет наше второе правило. Это когда менять батарейки. У всех биперов стоят три пальчиковые батарейки размера 3А. И этих батареек хватает на режим работы до 400-500 часов. То есть, в принципе, если вы надели на себя бипер в Новосибирске, улетели в Америку кататься куда-нибудь в Колорадо на неделю, вот дома в Новосибирске на себя его надели, включили, через неделю из Колорадо вернулись, выключили, он еще будет показывать достаточный заряд. Когда мы включаем бипер, первое, что показывает любой бипер, он показывает процент заряда батареи. 96. Это означает, что батареи в этом бипере на данный момент имеют заряд 96%. Как только бипер показывает заряд батареи 50% и менее, их следует заменить на новые. Если, конечно, вот только что я вам рассказал историю, что вы все полетели в Колорадо кататься, включили, у вас 55%, вот там поменяю, ну, понятно, что лучше дома сразу ставить свежие и еще взять с собой запасные, на всякий случай в рюкзачок бросить. Веса не добавляют, но чтобы было. Поэтому батарейки меняем, как только достигает 50% и менее. Как пользоваться, мы сейчас дойдем до поисковых, сейчас пройдемся по всем сначала. бипер носится на себе. бипер, смотрите, бипер носится на себе. Вот мы, вот в таком, у него есть специальная, такая вот, чехольчик, такой чехольчик, который надевается на себя под экипировку. обязательно пристегнутый, здесь есть карабинчик, для того, чтобы когда мы производим поисковые работы, чтобы у нас где-то упадет или, не дай бог, повторный сход лавины, чтобы он был около нас. И вот так вот пристегивается. Либо у нас есть специальный карман на снаряжение. Такие карманы появились на горнолыжных, этих, сноубордических комбинезонах, полукомбинезонах. Специальный карман для бипера, там есть тоже карабин. Либо вот есть у компании BCA есть спасательная система, да, с airbag, флот, совмещенная с защитой. И в этом случае специальный карман для бипера есть на защите наружной. Здесь есть карабин, куда он пристегивается и можно в этот карман его хранить. Ни в коем случае не класть бипер в куртке, потому что куртку с нас может снять. То есть в брюки нельзя. Ну, в крайнем случае комбинезон. Комбинезон, полукомбинезон, то есть который не снять с себя, если там не порвать. Но лучше надеть и все. Если, конечно, вот такую систему используете, в нее, у нее тоже есть, чтобы ее с вас не сняла специальная лямка, которая между ног пропускается, фиксирует. В этом случае плюс, что у вас бипер в очень доступном месте. То есть в случае необходимости воспользоваться для поисковых работ, вы прямо не расстегиваете изнутри. Нет, в рюкзак класть нельзя. Бипер должен быть под рукой. Вы его должны достать и начать им пользоваться. Потому что у него две функции. У него функция не только чтобы вас искали, чтобы вы искали. Я тоже встречал человека, который сказал, да мне главное, чтобы меня нашли. Я говорю, а ты в своей компании тоже сразу говоришь, что ничему учиться не хочу, меня ищите, если кого-то из вас засыпет, или вас всех, я даже искать не буду. Никого. Да, поэтому важный момент это научиться пользоваться бипером. Могу сразу сказать, что если вы хотя бы два раза в год, но каждый год катаетесь в горах, то купите собственный бипер. Не пользуйтесь прокатными и так далее. Купите собственный, научитесь им пользоваться. Потому что человек, умеющий пользоваться даже бипером, не знаю, выпущен много лет назад, но регулярно тренирующийся и пользующийся им, будет намного более эффективен при поисково-спасательных работах человек с самым современным бипером, который взял его в руки первый раз и не знает, как даже перевести из одного режима в другой. Если у пострадавшего нет бипера, то вот мы я вам показывал статистику поискового времени, если у вас есть бипер у пострадавшего, а если у пострадавшего нет бипера, тогда время может вообще колоссально меняться. Если бипер есть и у пострадавшего, и его ищет один человек со вторым бипером, и у него есть лопата и зонт лавинный, то это время до 15 минут, на той же площади 100 на 100, при глубине до метра. бипера. Если бипера у пострадавшего нет, его ищет специально обученная собака, это может занять до 30 минут, а если собаки нет, его ищет 20 человек, щупами, методом быстрого зондирования, это может занимать 4 часа, а если приходится использовать метод тщательного зондирования, то до 20 часов. То есть время с 15 минут уходит легко в 20 часов. поэтому наличие бипера у всех членов группы просто это залог в принципе возможности выжить. Если бипера нет, сразу человек говорит, я не собираюсь выживать в лавинах. Радиус действия бипера до 60 метров сегодня. Понятно, у него в принципе радиус действия 60 метров. Мы этот радиус сейчас дойдем до поисковых работ, берем за основу все-таки основной радиус действия 40 метров, 60 метров тому совсем последних моделей, поэтому основной радиус берется 40 метров, делится пополам, и при поиске мы ищем примерно в радиусе 20 метров, потому что плюс глубина, на которой находится бипер, будет давать свои самый простой предмет лавинного снаряжения, но его отсутствие, как мы уже показывали, может в два с половиной раза увеличивать время поиска. Почему? Потому что бипер работает, издает сигнал по индукционной дуге, передает, и поэтому у него есть погрешность из-за этой дуги, и на глубине до метра эта погрешность может быть порядка 60-70 сантиметров, на глубине 2 метра эта погрешность уже может быть 1,5-3 метра погрешности. Поэтому если мы нашли человека бипером его местоположение примерно, то дальше точный поиск мы осуществляем именно щупом, определяем, где находится конкретно наш пострадавший. А если у пострадавшего нет бипера, то единственный способ его найти остается только щуп, определить его точное местоположение, никаких признаков на поверхности от него нет. Все щупы производятся длиной от 2,40 до 3,30 3,40 максимум в принципе 3 метра. Щупы выполняются либо из ну сейчас либо алюминий либо карбон основной материал. Карбоновые щупы все-таки были придуманы как некие спортивные спортивные снаряжения облегченные по своей надежности они более хрупкие особенно на морозе поэтому не особо рекомендуется использовать карбоновые но если вы так гонитесь за весом конечно лучше чтобы у вас был карбоновый щуп чем вообще его не было. Щупы собираются очень просто они просто выкидываются вперед вытягиваются самофиксатором фиксируются в такой длинный щуп но старые щупы еще редко но все же встречаются в продаже когда самофиксации не было и надо было натянуть систему и чем-то здесь зафиксировать специальным устройством либо такие были еще даже прям гаечку нужно было накрутить чтобы это зафиксировать все-таки тоже не сумасшедшие цены там сегодня средняя цена 4-6 тысяч рублей стоит купить все-таки современный щуп который именно имеет самофиксацию хорошую чем короче щуп тем он тоньше чем длиннее тем он толще более толстый щуп всегда лучше в работе и удобнее потому что сейчас я вам показываю в помещении в теплом голыми руками и в общем так приятно его держать на морозе это будет все совсем по-другому в перчатках которыми работаем в снегу обледенелыми плюс придется работать долго не исключено и щуп будет в лавинное тело входить не не как там в масло растопленное да это плотность тела этого я вам говорил какая может какую может достигать плюс это смесь льда там камней каких-то веток и так далее то есть у вас щуп все время будет пытаться найти для себя какое-то более менее плотное вернее пространство в которое проткнуть и придется все это делать с усилием плюс втыкать вынимать втыкать вынимать разогревается сам щуп обледеневает в общем это действительно непростая работа поэтому тоже стоит потренироваться все щупы имеют метку ну примерно у разных производителей от метра 80 до 2 метров это метка основной глубины поиска то есть мы ищем попавшего лавину на глубине до 2 метров во-первых проткнуть лавинное тело глубже даже спасатели имея там наборные щупы они могут до 6 метров длиной набирать я вот с ними разговаривал часто пользуетесь они говорят но все равно на 6 метров не протыкаем никогда но максимум на 3 потому что просто тяжело протыкать поэтому если уж на 2-3 метров не нашли то уже копаем шурфы и дальше протыкаем на эти же 2-3 метра то есть это основная глубина поиска почему в том числе и потому что выживаемость на глубине более 2 метров она резко падает то есть если человек попал в лавину на глубину больше 2 метров то уже вероятность его выживания она сильно-сильно падает это уже конечно будет зависеть от состояния снега из которого состоит лавина все щупы имеют отметки каждый сантиметр отмечен и каждые 5 сантиметров 5 сантиметров как правило выделены цветом и подписаны ну и каждый сантиметр эти из 5 легко прибавить либо они имеют собственную величину либо просто добавляется 2-3-4 сантиметра к отметке которая указана быстро высчитывается то есть этим мы определяем глубину на которой находится пострадавший от этого будет зависеть наша тактика выкапывания его в зависимости на какой глубине он находится одно из самых главных правил щупа который нужно запомнить что щупом мы всегда работаем под углом 90 градусов к поверхности то есть если на ровной площадке втыкаем ровно под углом 90 градусов если работаем на склоне под углом 90 градусов к склону то есть уже не втыкаем его как к центру земли как будто ровно а именно к склону то есть нам нужно определить точное положение глубину положения относительно поверхности поэтому под углом 90 градусов все биперы ой биперы щупы в магазинах продаются в таких чехольчиках такие или как как-то по-другому выглядящие это чехольчик транспортировочный просто я вижу что люди купили его и в этом же положении в рюкзак и засунули в рюкзаке он должен оказаться без чехла то есть чехол оставьте дома а щуп свой у него есть специальный кармашек в лавином рюкзаке у вас либо с подушкой безопасность либо без неважно есть специальный кармашек вот в нем он должен оказаться в таком состоянии потому что если вам нужно будет им воспользоваться чтобы вы быстро взяли и начали пользоваться а не вытаскивать из чехольчика плюс паника плюс холодно перчатки этот чехольчик начинают теребить поэтому можете попробовать да тогда сразу копье стальное не знаю или несколько ну в общем-то наверное и все компания пипс выпустила щупы с дополнительным датчиком который должен определять более точное положение и быстрее работать на определение места ну насколько это эффективно трудно сказать сам не еще не экспериментировал не пробовал сомнения вызывает ну в общем-то компания пипс уважаемая компания поэтому наверное это добавляет надежности ну естественно вернее не надежности а скорости поиска при благоприятных условиях но при этом нужно понимать что там щуп станет еще тяжелее плюс иметь дополнительно свою батарейку которую нужно проверять и так далее ну такие в общем новшества тоже используются только на тренировках нет в моих да не было ни у меня случая попадания в лавину ни в моей группе надеюсь я это буду говорить до конца дней что сам не испытал лопата ну как раз лопата является основным инструментом потому что поиск с бипером и щупом занимает минимум времени в поисково-спасательных работах основное время уходит на выкапывание и нередки случаи при опросе тех или иных там участников ситуации спрашиваешь там сколько было биперов в группе сколько щупов сколько лопат и на слове лопат все говорят в начале было 4 потом 2 да 2 сломались через минуту или 2 работы потому что при выборе лопаты мы руководствуемся двумя принципами чтобы была дешевая и чтобы была легкая да легкая и дешевая у нас как правило да встречается на заправке за 500 рублей пластиковая легкая дешевая вот такая вот лопатка в которой только в этом самом не знаю в песочнице рыться у меня товарищ последний раз мы в приисково ездили он привез на заказ себе сделал лопатку у него совочек в полтора раза точно меньше черенок еще вот такой вот меньше вся сделана из карбона ничего не весит я говорю а зачем смотри какая легкая а что делать я говорю знаешь у меня я в доме живу в своем у меня есть хороший такой финский компостер вот мне туда совочек нужен вынимать из него компост вот это подойдет лопатка а для снега не подойдет снежная лопата должна быть очень прочной металлической делается из алюминия вот вы видите там специальные ребра жесткости то есть очень прочная лопата потому что возможно придется прямо вырубать куски снега обледенелые черенок телескопический потому что если у вас короткая лопата ну вот у вас рычаг то есть что-то выкапывать либо вот разница большая поэтому телескопический черенок хорошо если черенок имеет не круглую форму овальную или какую-то там ребро жесткости какой-то потому что круглая вращается то же самое ну я думаю что все лопаты уж точно пользовались снегоходчик лопатой пользуется гораздо чаще чем просто в лавинах для него это важный инструмент поэтому когда перчатка обледенела лопатой у тебя еще начинает она здесь гулять а если снег плотный то не очень эффективно работаешь поэтому овальная форма черенка удобно ну у хороших лопат вот здесь всегда тоже мелочь вроде бы но тем не менее возвращаясь к пользованию более частому при выкапывании снегохода здесь стоит заглушечка потому что у более простых лопат заглушки нет и когда мы покопали снег весь набился сюда в черенок и вот эти вот пружинная система вся забилась надо лопату собрать руки устали холодно еще и нажать не можешь это потому что все забилось снегом начинаешь выдалбливать что-то делать чтобы собрать но если уже нет заглушки у меня просто когда-то давно была лопата без заглушки я ее сам делал из деревяшечки забил чтобы система внутри не забивалась поэтому использую ручки бывают Т-образные Д-образные Г-образные но хорошая ручка она всегда эргономичная потому что рука должна ни в коем случае не вот так ложиться потому что так много не накопаешь если Т-образная она ложится вот так и достаточно плотно лежит вот так вот есть вот такие ручки которые позволяют лопату переводить в другое положение в этом случае ручка должна быть либо из очень прочного пластика либо металлическая вот такой вот отгребать очень удобно но такие тоже как правило тяжелее потому что ручка более плотная самые легкие лопаты без вот этих усовершенствований ну вот B2 либо либо еще с ножовкой но опять же да я сам люблю лопаты с ножовкой но не принципиальный вопрос потому что все таки выбор сейчас там ножовок различных складных можно положить отдельно не принципиально чтобы она была в лопате удобно удобно когда есть просто ножовка в снежной лопате это еще все таки инструмент для проведения тестов на лавиноопасность конкретных склонов есть такие так называемые компрессионные тесты когда выкапывается шурф до грунта смотрятся все слои снега из чего как состоит и проводится компрессионный тест поэтому там ножовочкой выпиливается это все аккуратненько а не только потому что мне говорят самая лучшая назовка это как мне сказали охотничья или какая такая которая да да я говорю ну вообще это не охотничья для меня это всегда было десантное я просто служил в воздушно-десантных войсках такими пилами много лет назад пользовались в армии и они эффективны но если что-то отпилить а вот для конкретной работы с тестами лавинными это уже не подойдет поэтому нужна ровная пила выпилить какой-то кусочек снега ну вот собственно все лопатах поэтому лопат лопатам нужно действительно уделять особое внимание это такой важный инструмент тоже нюанс конечно но тем не менее обратите внимание что я просто встретил один раз там человека кто говорит а что она так люфтит что так неплод находит это хорошо что она люфтит температурный потому что зимой при попадании снега и всего прочего температурный режим вы легко соберете и разберете а если люфта не будет и это будет очень плотный ход то это будет сделать сложнее ну вот так ради что называется интереса кто знает для чего 4 дырочки на совке на всех лопатах есть 4 дырочки ну да история потому что лопата все таки снежная появилась не в первую очередь не для снегоходчиков а самый наверное первый зимний вид спорта это альпинизм это хороший снежный якорь для установки там тех же палаток на склоне сюда привязываются веревочки заглубляется лопата используется как снежный якорь эти же отверстия можно использовать при сооружении там любых комбинаций там носилок еще каких-то историй связывая друг с другом это можно использовать то есть для для функциональности для функциональности рюкзаки основная задача рюкзака оставить райдера на поверхности и работает он не совсем как поплывок в речке в воде а именно увеличивает объем относительно массы сохраняется то есть масса ваша сохраняется а объем увеличивается более объемные предметы при движении лавины вот этом сотрясании остаются на поверхности вот как драга работает есть такой эксперимент если взять большую миску орехов разных размеров кедровые сложить арахис этот самый какой-нибудь бразильский орех грецкий орех и всю ее перетрясти то вот эти большие орехи они останутся на поверхности маленькие уйдут вниз примерно такой же принцип происходит лавине и задача рюкзака оставить райдера на поверхности на сегодняшний день если придумал эту систему компания EBS в 85-м году и выпускает с 95-го года но сегодня уже производителей я вот насчитал получается уже 9 систем под 9-ю разными брендами выпускается за последние два года значительно прибавилось производителей основные не буду про всех говорить потому что не все даже есть на российском рынке еще до сих пор но в целом основные отличия какие три системы то есть подушки у всех один принцип это надувание воздушной подушки которая увеличивает площадь есть разные формы подушек первое различие либо подушка над головой да вот как здесь в BCA надувается либо две подушки вот такими крыльями сбоку это вот ABS как раз делает такую систему две у них по 85 и обновленная система пирайт две по 75 но при этом увеличили площадь то есть очень важна именно площадь которую занимает подушка это именно дает возможность оставаться на поверхности либо в подушка в форме такого защитного воротника у сноупульса есть и еще сейчас выпустили астерикс тоже немножко так голову облегающую но разные производители диктуют каждый раз свои преимущества перед конкурентами недостатки конкурентов но наверное не хочу в это углубляться могу сказать одно что задача оставить вас на поверхности так или иначе если вы остались на поверхности рюкзак со своей функцией справился это его главная задача там второстепенная задача предотвратить какие-то травмы в первую очередь шейных позвонков да переломов но в первую очередь все-таки оставить вас на поверхности и там ABS говорят что вот у нас самая эффективная площадь потому что две подушки плюс если одна была повреждена по какой-то причине вторая сработает а конкуренты говорят да но ваш при этом райдер оставаясь на поверхности остается лежа может быть сам весь засып он только подушки торчат а если подушка над головой тогда центр тяжести более правильный и голова наверху всегда а это более важно но опять же если все-таки сказать о целях если группа вся готова к спасению райдер на поверхности даже только подушки видно прибыть к нему и быстро откопать не составит большого труда если поэтому главное чтобы система справилась со своей задачей но вот испытания вернее не испытания а исследования компании ABS говорят о том что в 90% случаях именно рюкзак справляется с задачей и райдеры остаются на поверхности это исследование делали именно по системам ABS но в целом можно применить наверное на всю эту продукцию что так или иначе либо полностью на поверхности либо оказавшись частично засыпанным все-таки райдер наверху это сильно увеличивает шансы на спасение лавинный рюкзак не является гарантией вашего спасения ни в коем случае это всего лишь один из инструментов дополняющих увеличивающих шансы на спасение потому что как мы уже говорили лавины бывают разные и не всегда возможно спастись от травмы и не всегда даже рюкзак может гарантировать на 100% нахождение райда что он оставится на поверхности и в любой системе взяв инструкцию вы первым прочитаете что производитель не гарантирует вам того что рюкзак вам поможет но он увеличивает шансы с точки зрения самой системы его активации тоже разные до сегодняшнего недавнего дня было только один принцип это баллон с воздухом или газом сжатым воздухом или газом из которого этот воздух или газ по специальному каналу трубопроводу такому небольшому перекачивался в подушку надувную которая надувалась баллон приводился в активацию либо специальному UBS пиропатроном пробивная игла пробивала запечатанный баллончик из которого газ выходил в подушку у BCA тут попроще тут нету никакой значит не пиропатрона ничего абсолютно механическая часть существует подключенный значит трубка по которой перекачивается воздух и клапан просто механически открывается и воздух перекачивается при этом воздух имеет манометр если баллон без манометра то на баллоне обязательно будет маркировка веса и для того чтобы проверить травит баллон или не травит его нужно взвешивать каждый сезон если вес соответствует маркировке значит все в порядке если он стал легче значит он травит и подлежит замене если у вас рюкзак бисей его наверное все-таки преимущество главное как и в целом компании бисей они одни из самых молодых производителей но чем отличаются тем что их философия ровно в том что сделать спасательное снаряжение простым в пользовании чтобы в нем не было ничего лишним и очень простым эффективным и этим всем и отличаются то есть они всегда по цене в серединке либо в нижней части при этом функционально очень просты нет лишних функций различных маркетинговых баллоны у бисей заправляются воздухом обычным воздухом заправить можно на любой пинтбольной станции либо магазин который заправляет да можно конечно в дайвинговом центре чем в дайвинге лучше заправлять тем что в дайвинге используют более более скажем качественный воздух пинтболисты не настолько критичны поэтому на влияние на температурный режим может быть чуть больше если вы заправляете в пинтбольном но я заправляю в пинтбольном самый простой цена вопроса ну в Петербурге 100 рублей перезарядить баллон сейчас расскажу значит при зарядке сказал пинтбольный самый простой но это вообще везде при зарядке обращать внимание если пользуетесь BCA когда вам заряжают нужно чтобы подождать потому что при зарядке разогревается баллон когда воздух закачивается при остывании давление чуть падает поэтому нужно чтобы качали чуть больше и лучше минут 5-10 подождать посмотреть насколько давление упало и если необходимо докачать в принципе качать лучше особенно в пинтбольных в крайнее положение ближе к зеленой зоне есть в которой должен находиться заряд в крайнее положение зеленой зоны то есть максимально крайнее даже можно чуть-чуть в красную зону потому что плюс падение давления на разнице температур в минус 20 оно будет примерно в этой зоне от того что он чуть-чуть уйдет в красную именно маленькую тоже не страшно главное чтобы близко к этой зеленой зоне перевозить баллоны можно и в любые причем неважно с воздухом они у вас или с газом это баллоны для спасательной системы для лавинных рюкзаков тут есть один нюанс баллоны которые используются в Европе должны быть белого цвета с черными буквами баллоны которые используются в Америке должны быть черные с белыми буквами да в Америке все по-другому поэтому баллон видите BCA это американская компания он черный если вот эту этикетку снять то там будут белые буквы по американскому стандарту просто сверху заклеено белое на что обращают наши компании вот эта маркировка разрешенного к перевозке газа категории 2.2 вот она у нас здесь есть двоечка очень ну у меня были случаи когда там я долго доказывал что могу перевозить и вот увидев вот эту маркировку они такого увидели знакомый знакомый ой это можно это помню это можно перевозить можно один рюкзак и два баллона при этом баллон не должен быть вставлен в систему подключен и заряжен в самолете даже в ручной кладе ну я за последние пять лет ну сделал точно больше 50 перелетов в разные направления ни разу не прилетел без системы да были ситуации что прямо вот упирались что нет нельзя но каждый раз каждый раз все-таки улетал в каждом рюкзаке у меня если я лечу лежит такая инструкция по перевозке безопасной перевозке опасных грузов где есть выделенные пункты в конце будет моя электронная почта и телефон если кому нужно запросите пришлю в общем-то я там у себя на странице в фейсбуке выкладывал это и поэтому все кому надо вот даже к вам летел я вылетаю из аэропорта в Пулково мне звонит парень с Камчатки говорит меня тут не пускают у тебя нет под рукой инструкции я говорю а ты откуда а я из Новосибирска на Камчатку лечу но в целом могу сказать что людей с рюкзаками лавинами летает все больше и больше и прямо так как я давно этим занимаюсь и вижу что службы уже знают и вот буквально могут спросить что у вас там лежит говоришь лавинный рюкзак они говорят все понятно проходите даже не показывают чаще всего если вы везете в багаже то даже не просят показывать чаще всего бывает что на досмотр вызывают отдельно такое тоже было будьте готовы если вы там летите первый раз и не знаю знаю то лучше в аэропорт приезжать заранее не в последнюю минуту потому что это может быть причиной да у любой службы безопасности там нет задачи вас посадить на рейс и есть задача сделать рейс безопасным поэтому если я лечу куда-то далеко и у меня стыковочные рейсы часто беру вручную кладь но вручную кладь особенно на пересадке в Москве да бывают требуют прямо настоятельно сдайте в багаж то есть не говорят что нельзя сдайте в багаж и приходится опять же отстаивать позицию что нет имею право везти особенно если у вас перевес багажа и дополнительно еще платить не хочется потому что это дополнительное место будет и оплата вот но возить можно это абсолютно законно есть один нюанс тоже должен про него сказать в общем-то когда я только начинал этим заниматься по правилам перевозки вы должны уведомить авиакомпанию о том что вы летите со спасательным снаряжением это наверное единственный пункт по которому к вам можно придраться что нет предупреждения и вам могут отказать но вот как я уже сказал имея там более 50 перелетов я просто поначалу пытался это разрешение получить потом понял что это бессмыслица трата времени и каждый раз летаю даже вот меня недавно по-моему в Красноярске спросили авиакомпанию предупреждали честно сказал нет не предупреждал но я имею право перевозить вот инструкция все можно вот маркировка смотрите девочки посмотрели успокоились ладно так говорит а вот здесь вот стрелка вот тут вот это вот значит что он разве не разряжен я говорю нет он не разряжен заряжен можно перевозить но чем прелесть наверное еще баллонов BCA потому что я вот моделировал ситуацию думаю ну особенно не летал до сих пор с баллонами в Америку там другие стандарты и думаю что туда с баллоном конечно не пролететь но самый простой способ просто разрядить баллон разрядить раскрутить чтобы клапан вытащить и показать что он пустой и в этом случае вас точно пропустят а туда прилетели в пинтбольный магазин или какую-то станцию зашли зарядили цена вопроса 3 копейки и все но на месте катания зарядить ну на Камчатке точно можно а больше наверное и не знаю где поэтому если уж надолго лечу кататься и места какие-то опасные я вожу с собой два баллона но в целом нет это 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 стандарт по которому это стандарт да честно говоря у меня был и черный баллон я летал по нему но на нем тогда не будет там у них есть специфика есть специфика американская поэтому американцы не пустят заряженным баллоном ну есть нюансы но я просто в Америку еще ехать со своим рюкзаком я когда еду в Америку там дают рюкзак легче взять в аренду то есть свой рюкзак где-то здесь путешествуют по стране ну как он работает рюкзак вот один из примеров как это бывает это как раз приисковая трансваль гора кто знает обратите внимание количество снегоходов которые прыгают прыгают короче я тут насчитал их 12 человек прыгнули и вот это тринадцатый поехал весь склон сошел причем боковой надув как вы видите да ветровой нет нет просто далеко человек с камерой стоит здесь на противоположной этой стенке ну вот попавший в лавину говорит что снегоход начинал уходить уходить и в последний момент я еще подпрыгнул чтобы оказаться наверху ну вот принцип работы такой снегоход в данном случае оказался на глубине два с половиной метра два с половиной метра при этом видели лавинка то была всего ничего да и медленно так пошла казалось бы мелочи ну вот вот эти правила да про которые я вам говорил поэтому кому нужно обращайтесь перешлю итак самая важная часть поисково-спасательной работы можно еще про рюкзак спросить потому что этот замок он неудобный он как расстегнут должен быть казаться ну смотрите значит что касается рюкзака замок вы имеете ввиду вот этот да так же как так же как у этого самого у бипера правило да что мы надели включили надели приехали сняли выключили рюкзак перед выездом надеваем спусковой механизм наружу то есть не спрятанный там а именно наружу только когда вернулись домой уже можем убрать чтобы нигде не зацепиться его закрыть это тоже транспортировочная молния в рабочий режим он у нас торчит отрегулировать по высоте очень несложно здесь есть 4 положения болтик один выкручивается и переставляется так чтобы под ваш рост у вас было в правильном положении у снегоходчика система значит активации ручка активации должна быть на правом плечевом ремне потому что правая рука у нас на газу мы еще хотим уехать на левом левой рукой будет неудобно поэтому на правой перекрестно мы пытаемся уехать дернули еще можем ехать если у нас на левом плечевом ремне и мы правой рукой тогда нам придется ручку газа отпустить но левую ручку газа вообще тоже не рекомендую нет самая распространенная история самостоятельно уезжающего в лес снегохода это снегохода снабженным второй ручкой газа ее обязательно подклинит и он обязательно у вас уедет а если еще это поларис без чеки отключения то все до свидания коник сам ездит сам по себе вот это просто 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 опасно вот это да это все то же самое только это совмещено с защитой то есть в этом случае у вас защита поверх надевается не нужно не нужно под экипировкой почему это более правильным потому что система мембран которая используется в экипировке и термобелее работает более правильно потому что если вы если вы надели термобелье надели потом защиту и сверху экипировку то у вас защита будет как раз таки препятствовать обмену правильным но это опять же на любителя могу сказать что я езжу все таки на защите внутри и в обычном рюкзаке ну тут такая в общем тема правильная интересная но я вот не знаю не перешел по одной простой причине он чуть потяжелее и рюкзаки правда в этом году выпустили увеличенный рюкзак 20 литров потому что я использую 25 рюкзак у меня там часто еще камера лежит ну и там запас необходимого оборудования а в этой системе очень-очень маленький но она пошла кстати от Расмуса но он же инициатором этой системы и в общем-то Брэд человек авторитетный и можно доверять но опять же везде есть своя специфика региона местности конкретного райдера поэтому плюсы плюсы есть безусловно есть вот этой защиты плюсы что она поверхности в том числе мембраны работает и то что нет подушки везде используются одинаковые сегодня используются подушки вот 150 основной объем до 200 литров ну не сказал JetForce наверное всем интересно электрическая система но одна из потому что вторую сейчас выпустила компания Arva выпустила систему Voltaire которая тоже электрическая принцип там простой там не из баллона выкачивается воздух или газ там по принципу вентилятора как фен да если представим себе фен как работает фен точно так же подобный фен стоит внутри который забирает воздух снаружи из атмосферы и закачивает его в подушку только скорость вращения там 60 тысяч оборотов в минуту из минусов наверное из плюсов как я считаю опять же субъективное мнение но тем не менее главный плюс это возможность воспользоваться в течение дня несколько раз особенно если вы случайно активировали систему там зацепившись за что-то знаю конкретный случай камчатский когда погиб райдер который ну на хелески перед этим за несколько подъемов до этого случайно активировал свой рюкзак и в лавине в этот же день попал в лавине в который не смог воспользоваться рюкзаком у него был ЭБС уже разряженный и погиб в результате может быть был бы рюкзак в состоянии заряженном и не произошло это а может быть и не помогло по поводу сдувает поспорю потому что по моей опять же субъективно тем не менее я посмотрел как все это устроено могу сказать что во-первых все сдувают все сдувают только только медленно но как мне кажется в истории с JetForce сдувание рюкзака это хороший маркетинговый ход как минус превратить в плюс потому что JetForce не может удерживать давление долго у него чтобы вот этот вентилятор накачал в течение трех секунд 200 литров объем воздуха у него вот такой клапан стоит этот клапан не держит давление так как держит давление в рюкзаках с закрытой системой когда маленький клапан маленький клапан тоже потихоньку приспускает но он не так быстро поэтому мне кажется JetForce они как раз минус свой решили сделать плюс а у нас сдувает и у вас тут объем появляется но главная задача рюкзака оставить вас на поверхности это номер один поэтому это первое второе конечно же сама электрическая то есть у вас еще один гаджет который нужно проверять на зарядку ежедневно и заряжать его нужно 8 часов плюс батарея на низких температурах она естественно как любой аккумулятор будет там хотя они 500 циклов гарантируют это в общем достаточный запас но любая замена батареи это тоже в общем затраты и там повреждения и каждый раз проверять включил не включил но главный минус JetForce на сегодняшний день абсолютно уже ну скажем так признан сообществом как факт JetForce не способен дать то давление которое выдает давление из баллона сжатого там давление меньше и поэтому если рюкзак оказался прижатым он не раскроется не хватит давления то есть он качает в два раза меньшее давление чем из баллона с сжатым воздухом а сейчас еще увеличивает давление поэтому вот этот процесс раскрытия мощность его она меньше чем у системы с закрытой системой ну и еще один нюанс который в ходе эксплуатации JetForce скажем так выяснился что если вы пользуетесь рюкзаком JetForce обязательно после катания целый день просушивайте его если вы его занесли в помещении он у вас оттаял но не просох система открытия клапанов там же специальные тросики стоят они примерзают вот при перепаде температур да и накоплении конденсата в этих клапанах они примерзают и на морозе невозможно открыть то есть вентилятор дует а ничего не происходит потому что система не может открыться и клапаны закрыты остаются и уже несколько случаев зафиксировано когда этот тросик примерзает это как раз накопленный конденсат поэтому нужно просушивать хотя сама идея конечно хорошая с точки зрения перевозки в самолете я тут как раз скептически отношусь она не решает проблему потому что я бы сказал так что во-первых проблемы нет во-вторых уже встречаются случаи ограничения перевоза в самолете аккумуляторов да сталкивались уже вот то есть это тоже к вопросу неизвестно что будет легче провести но сегодня в перевозке спасательного снаряжения во всех правилах и ата указано снаряжение с сжатым воздухом а с аккумуляторами не указано поэтому тут тоже вопрос ну такой проблемы нет из минусов система с аккумулятором тяжелее чем система с баллоном и она занимает больше места пространства полезного в рюкзаке то есть рюкзак с теми же внешними размерами будет иметь меньше полезного внутреннего объема под вещи чем рюкзак с баллоном да то есть у всех рюкзаков есть специальное отделение куда складывается лопата щуп сворачивать его как он использует это лучше не найти мешок там инструкция есть ну смотрите давайте раз уж вопрос есть давайте сразу покажу как работает система я я просто столько раз его взрывал уже я думаю в интернете столько видео найдете не буду сегодня показывать как это работает но это ничего особенного как работает не жалко 100 рублей не охота просто этим заниматься как это работает да когда подается система включается когда вы дергаете за ручку вы выдергиваете клапан клапан открывается воздух перекачивается в подушку подушка начинает надуваться под давлением разрывает вот эту вот разрывную молнию вот таким образом и отсюда вот она пока вы его не надуете нельзя свернуть поэтому последовательно показываю как это работает и вот так вот раскрывается подушку кстати я на последнем тренинге не собрал подушка вынимается во всех рюкзаках BCA можно в принципе всю систему удалить вот я на последнем тренинге показывал как это устроено и в том числе на удобную вам плечевой ремень перекинуть систему активации вот они специальные окна а во второе окно можете вывести либо систему воды да эту самую как она называется поилку гидрант либо рацию тангенту ну чтобы у вас провода не болтались все это прячется в плечевой ремень достаточно удобно после того как систему активировали вот этот клапан в центре он нажимается если вы значит быстро выбрались из лавины или просто сделали домашний эксперимент клапан нажимается оранжевая крышечка открывается клапан нажимается и вся система сдувается после того как сдули собирается очень легко примитивно во первых есть всегда на всех подушках любых производителей обязательно нарисована инструкция укладки у BCA она примитивная то есть сюда к центру обратно и так же гармошкой к центру и на место все ну по большому счету да но вот инструкция есть да поэтому ну ничего сложного нет и в принципе при стоимости там выстрела 100 рублей но в конце сезона сделайте эксперимент чтобы понять как это как дергается как на руке без пера патронов пера патроны используют только EBS вот сейчас они новую систему вот в пирайт у них пера патрон уже встроен непосредственно в баллон прям такой наконечник специальный но у EBS пера патроны идет в комплекте поэтому если вы вдруг баллон не подсоединили а пера патрончиком воспользовались то уже бессмысленно кому нужны баллоны без пера патронов я знаю одно место где вам продадут задешево потому что у меня друзья камчатские заказали из Америки баллоны по дешевке EBS а таможня в ходе проверки значит прохода границы изъяло эти ручки с пера патронами как опасно они получили только баллоны а без пера патрона не работает поэтому это минус EBS и плюс он не подлежит перезарядке только в замене а замена сегодня стоит 8500 рублей минимально так там до 10 нет такой статистики не срабатывания нет не могу сказать то есть вопрос вот есть статистика о том что до 30 процентов рюкзаками не успевает воспользоваться либо пользуются слишком поздно не ну вот у нас по-моему у меня будет видео где не всегда просто есть возможность там есть видео у меня по-моему я его не удалял я просто меняю презентацию чтобы она у меня не остается одинаковой и те кто у меня были там на прошлой неделе если придут сейчас увидят кое-что другое не увидят чего-то что было там и есть видео по-моему есть я его не удалял мы увидим там человек едет вверх плюс в системе ЭБС она у него еще и на левой стороне он не переставил ее почему-то хотя ЭБС тоже переставляется не все системы позволяют переставить спусковой механизм но ЭБС переставляется и при лобовой атаке он оказывается в эпицентре лавины и он не успел воспользоваться ну а да живой там там все хорошо закончилось но тем не менее видно но вот вот историю я вам рассказывал 2013 года где мой хороший знакомый погиб там тоже было почему он не воспользовался не знаю возможность была поэтому каждый раз это какая-то очень индивидуальная история но статистики нет что вот там это не сработало это сработало вот есть статистика ЭБС которую я вам показывал да по тому сколько было засыпано а так в целом то там чему не срабатывать там все срабатывает если вы воспользуетесь вовремя то то есть настолько примитивная особенно вот обычная система с закрытым баллоном там там нечему не сработать есть да но есть один нюанс не сработает только в том случае если вы неправильно что-то смонтировали допустим при раз уж мы обсуждаем BCA я так понимаю все-таки BCA самая распространенная система то могу сказать что при подключении баллона да есть есть определенная последовательность она ну с точки зрения безопасности она на работу не влияет на безопасность сначала подключается вот трубка которая воздушная она просто в такой в клапан вставляется давайте сразу пока ну да тут такой вот так вот раз вставилась и есть фиксатор он вставляет сюда чтобы как раз фиксирующая вот эта рубашка не 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 открыла систему поэтому ставится сюда это первое а второе это подключение непосредственно клапана активации здесь тоже примитивная система здесь просто есть внутренний стержень который открывает клапан и наружная резьба для рубашки внутри которой ходит тросик поэтому просто знаю историю как раз новосибирская история два года назад мне ребята рассказывали что они целый сезон прокатались за сезон решили воспользоваться посмотреть как работает дергали дергали не работает начали разбираться оказывается при подключении не инструкцию читать некогда вот этот сама ручка была выдернута естественно внутренний фиксатор был утоплен и они просто взяли рубашку накрутили и все и там ручка что-то ходит и ничего не дергает поэтому если у вас утоплено нужно ручку надавить наружу этот тросик вылезет сначала накручиваем его потом рубашку все тогда все работает две резьбы но тут даже видно раз и два но сразу скажу для тех кто значит будет перезаряжать баллоны это тоже делается не сложно после того как баллон сработал есть специальный набор с каждым баллоном идет шестигранный ключик такая как зубочистка маленькие черные резиночки прокладки и смазка нужно ключом шестигранником открутить два вот этих болта сверху достать весь клапан там будет такой шток небольшой длины тонкий с пазиком на конце в этом пазике будет как раз вот эта черная прокладочка маленькая которую стоит необходимо заменить то есть ее вот этой зубочисткой подцепить выбросить новую смазать смазкой и поставить на место и закрутить бывает когда баллон срабатывает вы достаете а на штоке этой прокладки нет в этом случае нужно проверить весь шток она бывает слазит и оказывается в верхней части штока ее нужно обязательно удалить поэтому найдите ее на штоке зацепите удалите и новую поставьте посмотрели ее нет новую поставили а старая осталась там и она может быть как раз где-то ее там затерло через нее подтравливать будет поэтому лучше ее убрать что-то не мешало ну вот и все ничего сложного весь процесс подготовки к зарядке занимает 5 минут времени ну и сама зарядка все хорошо Продолжение следует...